доброго времени суток уважаемые зрители и подписчики канала дачные записки привет народ продолжение серии роликов посвященных инвентарю в хозяйстве нашим с вами созданному или модифицирован своими руками хочу предложить вам еще одно изделие а именно лоток для инкубации яиц перепелиных конкретно яиц инкубаторах серии близ те кто хотя бы раз и кубировал в инкубаторе серии близ наверно узнает вот это лоток из инкубатора на 72 яйца в принципе все остальное выглядит также если не привязываться к масштабу можно перепутать так вот это лоток из инкубатора лупер на 72 яйца в производитель принципе продает такие же лотки якобы для перепелов в комплект входит такая вот дощечка расположенная в отличие от стандартных лотков не поперек а вдоль на такие же резиновых боковин очках фиксируется она но основная основное предозначение такого рода дощечки производители определяют как вот разделение общего поля с тем чтобы слишком маленькие перепелиные яйца не скатывались и фиксировались с целью их удержать в момент поворота лотка чтобы они не падали но те кто пытался с помощью вот такого рода приспособление от производителя заниматься этим делом знаю что в принципе а очень долго приходится укладывать эти яйца перепелиные ставить их надо вот в этом случае вертикально достаточно очень много времени уходит на этот момент я как-то раз пытался там минимум два часа на это дело уходит при этом часть яиц неизбежно там мнется деформируется даже потом когда уже начинает перепелят и вылупляться оказывается что часть яиц было помятой из-за этого были был отход в общем может кто-то там придумал еще какой-то способ для эксплуатации именно дощечки вот это вот от производителя я же отказался от него замучился у меня есть ролик где я уже показывал то что я придумал там для несколько большего объема лотка сделано для матрицы вегас точнее даже не для лотка для дополнения к лотку сейчас же я решил инкубировать в инкубаторе лупер и решил сделать следующее дополнение именно вот эта самая дощечка сразу говорю она высотой 5 сантиметров размеры 52 с половиной сантиметра то бишь длина этого самого корпуса жестко зафиксирована с торцов на саморезе и самое главное она прижата непосредственно к металлической основе этого самого лотка помимо всего прочего вот лично у меня со временем этот самый лоток повело из-за того что присутствует определенная влажность потом все это дело высыхает соответственно коробится фанера из которого сделано лоток здесь же здесь же жестко зафиксировано это поле восстановила практически форму лотка до идеальной вот ну вот это вот начало далее я планирую прижимать яйца точно также при перене как и в лотке для инкубатора матрицы вегас как я сейчас покажу сразу хочу сказать что ложить я буду яйцо горизонтально уходит на это времени буквально 15 минут затем они фиксироваться будут теми пластиковыми решеточками которые я вам сейчас покажу и размещается вот в этом лотке на 72 куриных яйца в горизонтальное положение 150 яиц перепелиных среднего размера и так вот собственно те самые пластиковые решеточки про которые шел разговор сделаны они из обычного ящика фруктового которых сейчас он встречается магазинах на каких-то там рынках у нас во всяком случае кучей их появляется на свалке размер данных решеточек соответственно сразу говорю 52 сантиметра на 12 сантиметров они бывают зависимости от плотности ящика сами гибкие или не очень надо что-то среднее выбираю с таким расчетом чтобы они были достаточно жесткими чтобы удержать яйца и столь жесткие чтобы эти самые яйца при фиксации раздавить значит какие нюансы высота на которой будут крепиться эти решетки 3 сантиметра от базы на которой собственно яйца будут ложиться ну в принципе 3 я сделал запасом с расчетом на то крупное яйцо которое несут мои перепела в общем то где-то 2 и 8 сантиметр то есть 28 миллиметров делал прошлый раз сейчас решил сделать 3 сантиметра я так думаю что среднем будет нормально то есть на высоте 30 миллиметров от решетки сделаны отверстия которые будут вставлены но карабинчики для фиксации соответственно вот этих решеток решетки будут зафиксированы изначально на центральной планочки и уже будут отсюда открываться туда будет складываться яйцо решетки будут опускаться и фиксироваться опять таки этими карабинами на период когда будет происходить инкубация вплоть до момента когда значит на 15 день за два дня до момента вылупа перепилят и в момент остановки поворота этого лотка значит решетки будут сняты полностью яйца будут провоскопированы замерзшие и неоплод жировички будут убраны а перепеля то будут соответственно дальше влупляться и так сейчас я закреплю покажу вам как все это дело выглядит собран вот в общем то таким образом закреплены сеточки на центральную планочку они легко поднимается туда россыпью укладывается горизонтальном положении перепели на яйцо по мере заполнения поджимается от этой планочкой фиксируется через вот эти отверстия еще раз напомню сделано на высоте 30 миллиметров от базовой решетки металлической на которой располагается яйца и после этого яйца никуда не девается при вот таких вот эволюциях этого самого лотка какие минусы вот в этой ситуации минус следующий те кто привык на седьмой день осуществлять у вас копирование удалять значит неоплод либо замерзшие яйцо перепели на ну вот если честно скажу что неоплод еще туда-сюда можно определить на седьмой день они как фонарики светятся голубым светом эти вот будут вареные яички то замерзшие всякого рода кольца и так далее определить понимание у обычных перепелиных есть невозможно у стеладонов возможно это попроще у яиц с голубой скорлупой но вот обычно перепели на яйца очень сложно определить до момента когда уже перепели начнут выходить я этот момент в последнее время стал миновать именно вот на конце 14 начале 15 дня просто-напросто сразу все яйца проверяю удаляю лишнее и дальше продолжаем кубацию перепелят в общем вот такая небольшая доработка лайфхак сейчас вот для примера покажу как же собственно яйца будут лежать если у меня допустим яйца предназначены не на инкубацию на продажу просто но чтобы видно было я сейчас вам покажу на инкубацию пока еще собираю в одном месте зафиксировал угол наклона пожалуйста 45 в одну сторону другую сторону видите покатилась только то которая не зафиксирована с этого торца так они лежат уже капитально когда полностью весь ряд будет заложен яички будут спокойненько лежать в процессе поворачивания туда-сюда лотка не будут двигаться ну а потом нужный момент остановим лоток поднимем решеточки переберем эти яички срежем вот эти вот одноразовые хомутики оставим поле свободным и можно даже будет померяю того как будет происходить выход цыплят перепелят наклюнутые яйца в одну сторону не наклонутую другую чтобы они не закатывали то есть принципе вот это разделение даже дополнительные функции будет нести очень удобно в общем вот такой вот лайфхак спасибо за внимание надеюсь что кому-то пригодится у кого какие вопросы то что не понял задавайте в комментариях эти вопросы до новых встреч надеюсь